23 марта очередным важным гостем Института международных отношений истории и востоковедения КФУ стал заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук министр Российской Федерации Владимир Зорин. Привело меня в университет глубокое уважение и к республике Татарстан, к университету, который в новом статусе федерального университета набирает обороты. С первых минут появления в стенах КФУ гость вуза проявил огромное желание встретиться со студентами университета и провел открытую лекцию, посетить которую захотели очень многие. Действительно ли Россия уникальная многонациональная страна? Когда в нашей стране возник национальный вопрос? Почему и когда в наших паспортах исчезла графа национальности? Об этих и других вопросах пошла речь на открытой лекции, которая затронула современное состояние политологии с точки зрения изучения межнациональных отношений. Студенты также узнали, какие цели стоят перед государственной национальной политикой сегодня, какие риски и вызовы грозят межнациональному миру в нашей стране и нужны ли нам мигранты. Особенно приятно мне выступить здесь, потому что в республике Татарстан есть очень богатый опыт реализации государственной национальной политики, взаимодействия с национальными объединениями, организациями и научным сообществом. Я знаю, что студенты университета любознательные, активные, граждане нашего государства интересуются этими проблемами. Стоит отметить, что прямое общение студентов с таким государственным деятелем, как Владимир Зорин, чрезвычайно важно. Сам же Владимир Зорин не перестает напоминать, что богатство России заключается в первую очередь в ее разнообразии культур. И сегодня мы имеем все возможности передать многовековой опыт добрососедства молодым людям в живом общении друг с другом, с деятелями ислама и государства. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.